В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! В Самарской области превышен эпидпорог по ОРВИ на 42%. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. При этом чаще всего болеют подростки от 15 лет и старше. В этой возрастной группе превышение чуть более чем на 100%. Часто болеют и дети в возрасте от 7 до 14 лет. Здесь эпидпорог превышен чуть более чем на 13%. А вот малыши дошкольного возраста, напротив, меньше подвержены болезни. Здесь заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах от 0 до 2 лет на 40,5%. От 3 до 6 лет почти на 18%. Однако вместе с тем за неделю наблюдается рост числа заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 8,5%. По данным специалистов, отмечается циркуляция вируса, парагриппа и аденовирусной инфекции. В Самаре отменили новогодний салют. Напомню, ранее стало известно, что 31 декабря на площади Куйбышева также не будут проводиться массовые гуляния и концерт. Впрочем, жители не останутся без новогоднего настроения, ведь на главной площади города уже приступили к установке новогоднего комплекса. Кроме того, в Самаре пройдут праздничные программы просветительского характера для детской и семейной аудитории. В том числе для детей военнослужащих, рассказали представители городской администрации. Помимо этого, на время праздника в регионе установят особый режим. За порядком в общественных местах будут следить правоохранители, представители добровольных народных дружин и частных охранных предприятий. Жители нескольких домов по улице Ленинской уже больше недели остаются без водоснабжения. Колонка в дворе неисправна, сами дома находятся в аварийном состоянии, а уличный туалет уже не пригоден для использования. Попытки решить проблемы с помощью коммунальщиков не увенчались успехом. Жалуются люди. Подробности в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Колонка перестала работать после коммунальной аварии неподалеку, на улице Венцика, рассказывают жители. С тех пор прошло уже около двух недель. В таких условиях жить непросто, жалуются люди. В домах изначально не было удобств, теперь их нет и на улице. Это доставляет серьезные трудности жильцам, среди которых много пенсионеров. Им приходится ходить за водой в другие места, где есть работающие колонки. Ну, с баклашкиной, с ведром. Ну, я-то туда не зайду. Эта дочь приедет с работы. Притащит. Баклашки. Всего-то вчера знакомый пришел. Я говорю, принеси мне, мужчина. Я говорю, принеси, пожалуйста, воды. Мне так тяжело. Он вот мне натаскал вчера. Чужой человек. Ну, знакомый он мне. Самым тяжело, да. Ну, конечно, у меня ноги тоже больные. Помимо этого, людей беспокоит о состоянии уличного туалета. Он переполнен. Пользоваться им уже практически невозможно, сетуют жильцы. Вызывает опасения и состояние самих домов. Они признаны аварийными. Стены покосились. Но жильцов пока не расселяют. В попытках решить накопившиеся проблемы люди неоднократно обращались в различные инстанции. Но это не дало результата. Заявку приняли, заявку приняли. Но это уже неделя. Но это же немыслимо. Ну, тут ручку сделать. Ждем, когда вода замерзнет. Звонила папа у туалета в ЖЭО. Она ей говорит, нужно прийти туда, писать заявление. Я говорю, с одной ногой я поползу. Расселить аварийные дома планируют до 2025 года. Но когда жить до этого времени в таких условиях, люди не понимают. Жители коллективно просят ответственной организации о помощи. Никита Галочкина, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре состоялось торжественное открытие мультимедийной исторической выставки «Украина на переломах эпох». В экспозиции представлены документы и материалы о ключевых поворотных моментах в истории Украины и России. Выставка охватывает исторический период с начала образования древнерусского государства до наших дней. Подробности в нашем материале. Десять тематических залов, проекторы и мониторы. На них документальные кадры. Это отражение реальных событий в истории России и Украины со времен образования государств до наших дней. Крещение Руси князем Владимиром, вхождение Малоруссии в Русское царство, присоединение Крыма и создание Новороссии и правления Екатерины II. Создание Украинской Советской Социалистической Республики и начало новейшей истории Украины. Центральное место в экспозиции занимают период Великой Отечественной войны со своими героями и антигероями. История, представленная здесь, и материалы, при помощи которых все это преподносится, заставляют додуматься об истории, о том, что все, что было раньше, это моменты, на которых нужно учиться. Что такие выставки должны быть, они нужны нам всем, и надеюсь, что она позволит многим ребятам, молодежи и моим сверстникам понять о том, какие ситуации происходят сейчас в современном мире. Мультимедийная выставка «Украина на переломах эпох» подготовлена Патриаршем Советом по культуре и фондам гуманитарных проектов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. По словам организаторов, эта экспозиция помогает найти ответы на многие вопросы, связанные с нынешней ситуацией в России и в мире. Авторы попытались рассказать именно на основании документов, исторических материалов, архивных материалов, ту историю существования Украины, начиная с древнейших времен до сегодняшнего дня. И очень значимо, что здесь представлены документы, которые подтверждают самые трагичные и яркие события, связанные Украиной и Россией. Посетить выставку в историческом парке «Россия. Моя история» можно бесплатно. Она будет работать по будням до 11 декабря. Дмитрий Павлов, Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. Выходные. Сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах региона. Так, со 2 по 4 декабря автоинспекторы выйдут на усиленный режим ведения службы. Особое внимание полицейские будут уделять водителям в состоянии алкогольного опьянения. Во время рейдов задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Напомню, за первое нарушение пьяному водителю грозит штраф и временное лишение прав. При повторном задержании автолюбитель понесет уголовную ответственность. Автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Крупное ДТП с пострадавшим в Шигонском районе, серьезная авария в Исоклинском районе и приговор за оправдание террористической деятельности в Тольятти. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Крупное ДТП с пострадавшим произошло в Шигонском районе. По материалам ГИБДД, водитель 1938 года рождения за рулем Лады Калина следовал по автодороге Шигоны-Волжский утес со стороны села Шигоны. На 24-м километре, двигаясь по второстепенной дороге на перекрестке, он не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Captiva под управлением водителя 1989 года рождения. В результате столкновения 84-летний водитель Калины госпитализирован. Еще одно ДТП произошло в Исоклинском районе. Водитель 1980 года рождения за рулем Шкода «Октавия» двигался по трассе М5 «Урал». На 1140-м километре автодороги он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в Кювет. В результате машина опрокинулась. Водителя госпитализировали. Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность жителя Тольятти. Он размещал на своей странице в социальной сети материалы, содержащие публичное оправдание террористической деятельности. Мужчину задержали, он признал вину. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Новогодняя сказка все ближе. В Самару уже 10 декабря прибудет поезд с Дедом Морозом. Главный волшебник страны приедет из Великого Устюга. Свое новогоднее путешествие по Россию начал еще в октябре. Все для того, чтобы успеть поздравить всех девчонок и мальчишек. В этом году он посетит более 130 городов и поселков. В Самаре зимний волшебник пробудет около двух часов. Все желающие смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и сделать фотографии на память. Также гости смогут пройти квест, получить сладкий подарок и побывать на чаепитии в вагоне-ресторане. Правда, чтобы попасть на некоторые локации, придется купить специальный билет. На следующий день Дедушка Мороз на своем поезде отправится в Сызрань. Там для юных жителей города пройдет бесплатный спектакль, после чего главный волшебник страны продолжит свое путешествие по России. Оно продлится до 15 января следующего года. В Самарской области выходные похолодает до минус 18 градусов, а местами будет еще холоднее. По прогнозу синоптиков Приволжского ГМС, в субботу столбики термометров в ночные часы опустится до минус 13, минус 18 градусов, а местами до минус 24. Днем минус 10, минус 15 градусов. Малооблачно, без осадков, местами изморозь. В воскресенье и в понедельник в ночное время будет также морозно. Днем чуть комфортнее, минус 9, минус 14 градусов. А в начале новой рабочей недели местами возможен небольшой снег. По сведению Гидромедцентра России, средняя температура воздуха в первой декаде декабря ожидается на 2,5-3 градуса ниже нормы. Это были все новости на сегодня. Далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimaski.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.